2020 год. 2020-2020 год по Григорианскому календарю, високосный год, начинающийся в среду. Это 2020 год нашей эры, 20-й год третьего тысячелетия, 20-й год 21 века, 10-й год второго десятилетия 21 века, первый год 2020-х годов. По решению ООН 2020 года объявлен Международным годом охраны здоровья растений. Год памяти и славы в России. Год России в Киргизии и год Киргизии в России. Год взаимных обменов между Россией и Южной Кореей. Год малой родины в Белоруссии. Год волонтеров в Казахстане. Год развития регионов, цифровизации и поддержки детей в Киргизии. Год сельского туризма, математики и мечестринства на Украине. Год здоровья в ПМР. Год волонтеров в Азербайджане. События. 2020 год был в значительной степени определен пандемией COVID-19, которая спровоцировала ряд глобальных социально-экономических последствий, массовые отмены и переносы мероприятий, карантинной изоляции, протесты во всем мире и первую за 90 лет, со времен Великой депрессии, крупнейшую экономическую рецессию, в мире. Год также стал одним из самых жарких в истории наблюдений. 1 января. Во Франции вступил в силу запрет на производство и импорт продуктов питания, содержащих пищевой краситель Е-171, диоксид титана. Начался российско-белорусский нефтяной конфликт. 3 января, генерал Ксир Касим Сулеймани был убит в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. При обстреле погибли не менее 8 человек, более 10 пострадали. В Пентагоне сообщили, что приказ об уничтожении генерала был отдан лично президентом США Дональдом Трампом. Бывший командующий Ксир, секретарь Совета целесообразности Ирана Махсен Резея отреагировал на гибель генерала обещанием жестокой мести США. 4 января, Иран вышел из последней ядерной сделки, заключенной в 2015 году. 5 января. Кандидат от оппозиционной социал-демократической партии Хорватии, бывший премьер-министр Зоран Миланович победил во втором туре выборов президента страны. Луис Пара утвержден на должности спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы. 7 января. Парламент Ирана назвал Пентагон террористической организацией, а также всех командиров, агентов и иных лиц, причастных к смерти генерала Касима Сулеймани. Фактически вся армия США была объявлена парламентом Ирана, террористической организацией. На похороны Касима Сулеймани приехало около 800 тысяч человек, в результате чего возникла массовая давка, в которой погибло 56 человек. 8 января. В Иране был сбит пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Международной авиалинии Украины, летевший из Тегерана в Киев рейсом PS-752, все находившиеся 176 человек на борту погибли. Ответственность за катастрофу взял на себя Иран. Несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом Стражи Исламской Революции, Ксир, Ирана. Корпус Стражи Исламской Революции взял на себя ответственность за удар по американской авиабазе в Ираке, уточнив, что это месть за убийство американскими военными генерала Касима Сулеймани. Президент России Владимир Путин и президент Турции Риджеп Эрдоган открыли «Турецкий поток». 9 января. В Абхазии начались акции протеста оппозиции с требованием отставки президента Рауля Хаджимбы. 10 января. Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента и обязал ЦИК провести новые выборы. Султан Амана Кабуз Бен Саид скончался бездетным после 49 лет правления, его преемником стал Хейсам Бен Тарик. 10-19 января. В Лазани, Швейцария, прошли три зимние юношеские Олимпийские игры. 11 января. Началось распространение COVID-19. Цаин Вэнь была избрана президентом Китайской Республики. 12 января. На Филиппинах, в 80 километрах от Манилы, извержение вулкана Тааль. Пепел был выброшен на высоту 1 километр. Временно приостановлена работа Международного аэропорта Манилы. Президент Абхазии Рауль Хаджимба объявил о своей отставке. 13 января. Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен Валерий Беганба. Вулкан Тааль, начавший извергаться одним днем ранее, в 3 часа 20 минут утра по местному времени начал извергать фонтан лавы. Власти Филиппин предупреждают о возможном начале более сильного извержения. Эвакуированы 80 тысяч человек в радиусе 14 километров. 14 января. Прекращена поддержка обновления операционной системы Windows 7, для корпоративных пользователей продлена до января 2023 года, значимость факта. 15 января. Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. США и Китай подписали торговую сделку, фаза 1. 16 января. Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина. 19 января. Конференция по Ливии в Берлине. Россия и Турция завершили сделку по ЗРК с 400. 20 января. Владимир Путин освободил от должности генпрокурора Юрия Чайку и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Красного на должность генерального прокурора РФ. Правительство Узбекистана ушло в отставку. 21 января. В России было окончательно сформировано новое правительство во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. США и Евросоюз назвали это событие в СМИ «российской перестройкой», по аналогии с советской «перестройкой» Михаила Горбачева. 22 января. Президентские выборы в Греции. Победу одержала Катерина Сакиллоропулу, ставшая первой в истории Греции женщиной, избранной на пост президента. 23 января. Обе палаты парламента Великобритании утвердили законопроект о Брексит. Закон подписала королева Великобритании Елизавета II. 24 января. Главы Европейского совета и Европейской комиссии подписали соглашение о Брексит. Землетрясение на востоке Турции рядом с городом Элязыгом магнитудой 6,8. Погиб 41 человек, более тысячи человек ранены и десятки остаются под завалами разрушенных домов. 42 человека удалось вызволить из-под завалов. 26 января. Досрочные парламентские выборы в Перу. 28 января. Китайский город Тинцзинь с населением более 15 миллионов человек вводит военное положение в связи с вспышкой коронавируса 2019 год НКО. 29 января. Из-за сильнейших ливней в Бразилии начались многочисленные паводки, в результате которых погибли 64 человека. Свыше 30 тысяч людей остались без жилья. Ущерб может достигнуть 125 миллионов долларов. 31 января. Великобритания вышла из ЕС, Brexit. ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Случаи заражения были впервые зафиксированы в России, Италии и Великобритании. В Санкт-Петербурге во время проведения работ по демонтажу спортивно-концертного комплекса произошло незапланированное обрушение крыши и стен здания. В результате происшествия погиб один человек. Февраль. 5 февраля. В Турции 41 человек погиб, 53 человека были ранены в результате схода лавины в провинции Ван. Жесткая посадка Boeing 737 авиакомпании Pegasus Airlines в Стамбуле по причине плохих погодных условий. Самолет разломился на три части. На борту находились 177 пассажиров и шесть членов экипажа. Три человека погибли. Президент США Дональд Трамп был признан невиновным Конгрессом США по обвинению в злоупотреблении властью. Дело об импичменте Трампа было закрыто. 6 февраля. В Италии в провинции Лоди скоростной поезд Милан, Болония, США лс рельсов. В результате катастрофы погибли два человека, ранены 30 человек. 7 февраля. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 байтов П, до 6% годовых. В Кордайском районе Жамбулской области на юге Казахстана произошли межэтнические столкновения между казахами и дунганами. По утверждению властей, поводом стал бытовой конфликт. Всего в результате столкновений погибли 11 человек, еще 185 вынуждены были обратиться за медицинской помощью. Свыше 23 тысяч жителей, в основном дунган, бежали на территорию соседней Киргизии. Несколько тысяч дунган, из числа оставшихся в Казахстане, укрылись в мечетях, пограничных заставах. Сожжено 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта. По предварительным данным материальный ущерб составил 1,7 миллиарда казахстанских тенге. Всего пострадало 778 семей местных жителей. 8 февраля. На северо-востоке Таиланда солдат устроил стрельбу. Погибли 30 человек, 63 ранены. В Ирландии в ходе парламентских выборов большинство голосов получила оппозиционная партия, Фианна Фойль, и взяла 38 из 160 депутатских мандатов, вслед за ней с разницей в один мандат идет национал-республиканская партия, Шин Фейн, правящая в стране консервативная партия, Фини Гэл, получила 35 мандатов избирателей. 9 февраля. В результате внеочередных парламентских выборов в Азербайджане победу одержала правящая партия, Ени Азербайджан. Парламентские выборы в Камеруне. 9 февраля, 17 февраля, на Европу обрушились два урагана, Киара, и, Деннис, в результате которых погибли семь человек и более 138 тысяч домов остались без электричества. 10 февраля, 16 февраля, чемпионат Европы по борьбе в Риме, Италия. 19 февраля, гражданин Германии Тобиас Ратион, опасавшийся замещения коренного населения Германии мигрантами из чуждых стран, совершил нападение на два кальянные, после чего покончил с собой. Из девяти человек убитых Ратеном в кальянных, лишь у трех имелось гражданство Германии и ни один из девяти не был этническим немцем. 21 февраля, парламентские выборы в Иране. 22 февраля, президентские выборы в ТОВО. 27 февраля, на заводе пивоваренной компании Молсон Курс в городе Милуоке американского штата Висконсин произошла стрельба. В результате погибли семь человек, включая стрелявшего. 29 февраля, США и террористическая организация «Талибан» подписали мирное соглашение о прекращении войны в Афганистане. Март. 1 марта парламентские выборы в Таджикистане, парламентские выборы в Гвинея, общественный транспорт в Люксембурге стал бесплатным, Мухиддин Ясин стал новым премьер-министром Малайзии, 2 марта парламентские выборы в Гаяне, повторные парламентские выборы в Израиле. 3 марта, на американский город Нашвилль, штат Теннесси, и его окрестности, обрушился сильнейший торнадо. Полностью уничтожены 45 построек, погибли 25 человек, 50 тысяч людей остались без электричества, 4 марта, Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука и проголосовала за кандидатуру Дениса Шмагаля в качестве нового премьер-министра страны, 5 марта Верховная Рада Украины отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку, британская авиакомпания Flybe объявила о своем банкротстве. К прекращению деятельности компании привел распространяющийся в мире коронавирус, 7 марта сделка России и ОПЕК об ограничении добычи нефти развалилась. В результате этого дневное падение цены на нефть в пятницу составило 9%, открытие регулярного пригородного железнодорожного сообщения Керчи с Анапой, в Китае, в провинции Фудзянь, обрушилось шестиэтажное здание отеля, где были изолированы люди с подозрением на коронавирус. Погибли 29 человек, Ливан объявил дефолт по евробондам, 9 марта цена на нефть марки Brent опустилась ниже 35 долларов США долларов за баррель, дневное падение цены более 20%, это крупнейшее падение цен на нефть со времен войны в Персидском заливе. Нефтяные котировки ушли ниже цены отечения для российского бюджета по бюджетному правилу, в Нидерландах начался суд по делу о крушении Boeing MH17, инаугурация президента Афганистана Ашрафа Гани, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, считает, что нынешняя вспышка в мире болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией, 12 марта, основные американские индексы обрушились почти на 10%, S&P 500 минус 9,51%, у NASDAQ, минус 9,43%, у Dow Jones, минус 9,99%. Такой показатель стал худшим с 1987 года, 13 марта, состоялась торжественная церемония вступления в должность президента Греции Катерины Сакиллоропулу, 14 марта, США ввели чрезвычайное положение, 16 марта ключевые индексы фондового рынка США потеряли примерно 12-13% стоимости по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений, касающихся распространения нового коронавируса. Это крупнейший обвал котировок с октября 1987 года, стоимость нефти Brent обновила очередной минимум с февраля 2016 года. Цена майских фьючерсов на Brent уменьшается на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель. WTI, на 10,4%, до 28,7 доллара. 17 марта Евросоюз из-за коронавируса COVID-19 закрывает внешние границы сообщества на 30 дней, UEFA и CanMobile решили перенести на 2021 год из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы по футболу и Кубок Америки, 18 марта Россия из-за пандемии коронавируса COVID-19 ограничивает въезд для иностранцев. Авиасообщение закрылось со всеми странами ЕС, а также Швейцарии и Норвегии. Цена барреля нефти марки Brent впервые с сентября 2003 года опустилась ниже 26 долларов США. По итогам дня индекс РТС упал более, чем на 10%, индекс московской биржи понизился более, чем на 5%. ИБЮ официально отменил конкурс Евровидения 2020 в связи с пандемией COVID-19, что стало первым случаем отмены конкурса за всю его историю, 20 марта Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых, Северная Македония вступила в НАТО, 22 марта президентом Абхазии избран кандидат от оппозиции Аслан Бжани, в Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой 5,3. Эпицентр находился в 7 километрах от города Загреба на глубине 10 километров. Есть разрушение построек, погиб один человек, 24 марта. Совместная элангация планет Меркурия и Венеры. Международный Олимпийский комитет объявил о переносе летних Олимпийских игр на 2021 год в связи с пандемией COVID-19, а 30 марта Оргкомитет Олимпиады в Токио объявил, что игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. 25 марта произошло крушение самолета Су-27 Минобороны России над акватории Черного моря в 50 километрах от Феодосии. Пилот пропал без вести. 26 марта. При взрыве баллона с газом в жилом доме в Магнитогорске погибли два человека. Экстренный, виртуальный, саммит G20 в связи с пандемией COVID-19. 27 марта. Российские авиакомпании прекратили полеты за рубеж из российских аэропортов, за исключением рейсов для вывоза российских граждан и отдельных случаев по решениям правительства. Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о начале мировой рецессии. Российская нефть Уралоса пустилась ниже 19 долларов за баррель, что является минимальной ценой с 2002 года. В Иране из-за распространения фейков новостей о способах лечения коронавируса погибли 300 человек, включая детей от отравления метанолом. 28 марта правительства России и Украины для эвакуации своих граждан совместно воспользовались спецпоездом «Москва-Киев». 29 марта. Легкомоторный самолет авиакомпании «Леоне» и «Рынк». Разбился на взлете из столицы Филиппин-Манилы, 8 человек погибли. 31 марта. Цена российской экспортной нефти «Уралос» в северо-западной Европе подешевела до 13 долларов США, бар – это минимальный уровень с марта 1999 года. Взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Зеленогорске. Погиб один человек. Апрель. 4 апреля. Массовый расстрел в поселке Ила-Атьма Касимовского района Рязанской области. 5 человек погибли. В результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в городе Орехово-Зуево погибли три человека. 9 апреля. Состоялся успешный пуск космического корабля «Союз МС-16» к МКС. 10 апреля. Страны ОПЕК согласились снизить добычу на 10 миллионов баррелей в день. 17 апреля. Рустам Имамали был избран председателем Национального совета Высшего Собрания Республики Таджикистан. Произошло успешное приземление космического корабля «Союз МС-15» в степях Казахстана. 20 апреля. В результате стрельбы в Порт-Апике и близлежащих населенных пунктах Новой Шотландии погибли 23 человека. 23 апреля. Президент Абхазии Аслан Бжания вступил в должность. 29 апреля. На расстоянии в 6 миллионов километров от земли пролетел астероид 1998 ОАР-2. Май. 2 мая. Президент Казахстана Касым Жамарт Такаев отправил в отставку спикера Сената Доригу Назарбаеву. 3 мая. Спецслужбы Австралии, Новой Зеландии, Канады, Великобритании и США обвинили КНР в сокрытии настоящих данных о происхождении коронавируса. 5 мая. В ОАЭ в городе Шарджа загорелся 48-этажный небоскреб Апка Тауэр. 8 мая. Российский подводный аппарат «Витязь-Д» погрузился на дно Марианской впадины, 10 028 метров. 9 мая. В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне президент Белоруссии Александр Лукашенко провел парад победы в Минске, несмотря на опасность пандемии коронавируса. 10 мая. Иранский фрегат Джамаран во время учений случайно потопил ракетой на Ор дружественный катер недалеко от порта Яск, южная провинция Хармазган в Иране, примерно в 1270 километрах от юго-востока Тегерана. 11 мая. При пожаре в хосписе в Красногорске погибли 11 человек. 16 мая. Прошло шоу Евровидения «Еропши на Лайт», которое заменило собой «Евровидение-2020», отмененное из-за пандемии COVID-19. 21 мая. На Индию и Бангладеш обрушился суперциклон Амфан. Погибли 84 человека. 22 мая. Катастрофа пассажирского Airbus A320 под Карачи. 25 мая. В Миннеополисе, США, во время ареста погиб афроамериканец Джордж Флойд после того, как полицейский Дерек Шовин прижал его шею коленом к асфальту. 26 мая. Начались антироссийские протесты в США, спровоцированные убийством Джорджа Флойда. 29 мая. Утечка дизельного топлива в Норильске. 30 мая. В США состоялся запуск космического корабля Crew Dragon с космического центра Кеннеди. Июнь. 1 июня. Произошла новая вспышка вируса Эбола в Конго. 12 июня. Дональд Трамп заявил о прекращении вмешательства США в военные конфликты других стран. 16 июня. КНДР уничтожила межкорейский терминал связи на границе с Южной Кореей. Вооруженный пограничный конфликт между Индией и КНР. Погибло с обеих сторон несколько десятков человек. 18 июня. Роскомнадзор разблокировал мессенджар Телеграм на территории России. 22 июня. В Сербии сербская прогрессивная партия президента Александра Вучича победила на парламентских выборах. 24 июня. В России состоялся парад победы, который перенесли с 9 мая из-за пандемии коронавируса. 30 июня. Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал. Июль. 1 июля. Открылось грузовое и железнодорожное движение по Крымскому мосту через Керченский пролив. В России вступил в силу закон о предустановке российского пана смартфоны. Произошла новая вспышка бубонной чумы в Монголии. Три случая были выявлены на территории Монголии, один – на территории КНР. Прошел основной день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. В ходе голосования поправки к Конституции были одобрены большинством граждан России. 2 июля. В Мьянме в результате оползня на месте добычи нефрита погибло более 170 человек, еще 100 человек пропали без вести. 9 июля. В России был совершан арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 10 июля. После ареста губернатора Сергея Фургала начались протесты в Хабаровском крае, Россия. 12 июля. Начались вооруженные столкновения на границе Армении и Азербайджана, в результате чего со стороны Азербайджана было потеряно около 15 человек, со стороны Армении – до 10. 16 июля. Президент Суринама Чан Сантохи вступил в свою должность. 18 июля. Произошел пожар в соборе Петра и Павла во Франции. 20 июля. Объединенные Арабские Эмираты запустили космический аппарат «ХОП» на Марс с японского космодрома «Танагасима». 21 июля. Захват заложников в автобусе в Луцке, Украина. 30 июля. Состоялся запуск американской межпланетной станции «Марс-2020». 31 июля. Председатель КНР Сидзиньпин официально заявил о начале эксплуатации глобальной навигационной спутниковой системы «Бэйдоу-3». Август. 2 августа. Космический корабль «Крю Драгон» приводнился в Мексиканском заливе. 4 августа. В порту города Бейрута прогремели взрывы. Погибли 210 человек, еще около 7 тысяч человек были ранены. 7 августа. Крушение самолета «Боинг-737-8НG» авиакомпании «Эйр-Индия» при посадке в индийском Кожикоди. Погибло 20 человек. 9 августа. Президентские выборы в Беларуси. Президент Белоруссии Александр Лукашенко был переизбран на шестой срок. Начались длительные массовые акции протеста. 15 августа. В результате обрушения галереи углеподачи на шахты «Варгашорская» компании «Варкутауголь» погибли 4 горняка. 20 августа. Российский оппозиционный политик Алексей Навальный госпитализирован в Омскую больницу с отравлением, откуда позже был перевезен в Германию. 23 августа. Премьер-министр Финляндии Санна Марин была единогласно избрана причедательницей Социал-демократической партии. 28 августа. Премьер-министр Японии Синдзоабы ушел в отставку по состоянию здоровья. 30 августа. Демократическая партия социалистов одержала победу на парламентских выборах в Черногории. 31 августа. В столице Оаэ Абу-Даби произошел взрыв в кафе, погибли два человека. Сентябрь. 2 сентября, канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что российский политик Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». 4 сентября, президент Сербии Александр Вучич посетил США, где при посредничестве Дональда Трампа заключил соглашение об экономическом сотрудничестве с Республикой Косово. 4 сентября, этап чемпионата мира по ралли впервые прошел в постсоветской стране, Эстонии. 13 сентября, в России прошел единый день голосования. 16 сентября, Юсихиды Суга был избран премьер-министром Японии. 21 сентября, компания Майкрософт приобрела американскую компанию «Зенимакос Медиа». 25 сентября, крушение самолета Ан-26 ВВС Украины под городом Чугуевом. Погибли 26 человек. 26 сентября, премьер-министр Ливана Мустафа Адип ушел в отставку. 27 сентября, начало Второй Карабахской войны. Октябрь. 1 октября, президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон сделали совместное заявление по конфликту в Нагорном Карабахе. 2 октября, в Нижнем Новгороде журналистка Ирина Славина покончила с собой около здания ГУМВД России по Нижегородской области. 5 октября, на фоне оглашения результатов парламентских выборов в Киргизии начались протесты. 6 октября, в московском метро был введен в эксплуатацию поезд «Москва-2020». 7 октября, в Греции ультраправая партия «Золотая заря», официально была признана преступной организацией. 10 октября, Армения и Азербайджан согласовали прекращение огня по конфликту в Нагорном Карабахе. 11 октября, в Таджикистане состоялись президентские выборы. Президент Таджикистана Имамали Рахмон был переизбран на очередной срок. 14 октября, состоялся запуск российского космического корабля «Союз МС-17 секунд» космодрома «Байконур». 15 октября, президент Киргизии Сааран Байжиенбеков ушел в отставку. 16 октября, во Франции произошло убийство Самюэля Пати. 21 октября, американский зонд «Ассирис Рекс» собрал образцы грунта с астероида Бенну. 22 октября, российский космический корабль «Союз МС-16» вернулся на Землю. 29 октября, в Ницце произошел теракт в католическом соборе Нотр-Дам-де-Низ. 30 октября, на западе Турции произошло землетрясение магнитудой от 6,6 до 6,9. Эпицентр находился в Игейском море в 17 километрах от района Сеферихиссар в Измире. Число погибших превысило 100 человек. 31 октября, состоялись президентские выборы в Кот-де-Вуаре. Ноябрь. 1 ноября, состоялся первый тур президентских выборов в Молдавии. 2 ноября, в Вене произошли теракты. 5 человек погибли, 23 получили ранения. 3 ноября, состоялись президентские выборы в США. Победу одержал Джозеф Байден. 4 ноября, начало вооруженного конфликта в Тыгры. 9 ноября, Азербайджан сбил на территории Армении вертолет Ми-24 ВВС России. Два члена экипажа погибли. Азербайджан официально принес России свои извинения. 10 ноября, Армения и Азербайджан подписали заявление о прекращении огня. Армения передала Азербайджану территории в Нагорном Карабахе. 15 ноября, состоялся второй тур президентских выборов в Молдавии. Победу одержала Майя Санду. Исполняющий обязанности президента Перу Мануэль Мерина ушел в отставку. 20 ноября, Агдамский район полностью перешел под контроль армии Азербайджана. 22 ноября, США вышли из договора по открытому небу. 23 ноября, Китай запустил аппарат Чаны-5 на Луну. 25 ноября, Кельбаджарский район полностью перешел под контроль армии Азербайджана. 29 ноября, Детское Евровидение, 2020 в Польше. Декабрь. 1 декабря, Лачинский район полностью перешел под контроль армии Азербайджана. 5 декабря, Японский зонд Хаябуса-2 вернулся с астероида Рюгу на землю. 10 декабря, 22 декабря, Чемпионат мира по спортивной борьбе в Сербии. 14 декабря. На земле произошло солнечное затмение. Состоялся первый полет российского самолета МС-21 секунда двигателями ПД-14. 17 декабря, в России состоялась пресс-конференция Владимира Путина. 24 декабря, Майя Санду вступила в должность президента Молдавии. 28 декабря, Волгоград перешел на московское время. 29 декабря, в результате землетрясения в Петрине, Хорватии, погибли 7 человек. 31 декабря. Завершение показа реалити-шоу Дом-2 на телеканалы ТНТ. Окончание переходного периода в отношениях ЕС и Великобритании. Состоится полный выход Великобритании из ЕС. Нобелевские премии. Медицина и физиология, Харви Джеймс Алтер, Майкл Хаутон, Чарльз Райс, за открытие вируса гепатита С. Физика, Роджер Пинроуз, за открытие того, что образование черных дыр с необходимостью следует из общей теории относительности, Райнхард Генцель, Андреа Гесс, за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики. Химия, Эммануэль Шарпантье, Дженнифер Даудна, за разработку метода редактирования генома. Литература, Луиза Глюк, за безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным. Премия мира, Всемирная продовольственная программа, за усилия в борьбе с голодом, за вклад в создание условий для достижения мира в зонах конфликтов и за ведущую роль в попытках предотвратить использование голода как орудия войны и конфликтов. Экономика, Пол Милграм, Роберт Уилсон, за усовершенствование теории аукционов и изобретение их новых форматов. Наука Спорт Музыка Кино Телевидение Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok